Кто хотел бы задать вопрос, поднимайте руки. Спасибо. Большое спасибо, господин председатель, уважаемые коллеги. Большое спасибо за эту очень интересную и продуктивную дискуссию. Хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить ВОЗ, ЕС и другие структурные организации за сотрудничество в рамках кампании по вакцинации. В ходе вакцинации Армения получила подарки в виде вакцин. Мы получили также предметы СИЗ, респираторы, ингаляторы и другие виды оборудования, которые позволили нам спасать жизни и бороться с пандемией. Но тем не менее, хотелось бы привлечь ваше внимание к вопросам гуманитарного плана, которые нас беспокоят. Те, кто живут на горном Карабахе, не имеют доступа к вакцинам совсем. Это серьезная проблема. Хочу признаться, дорогие коллеги, это очень серьезная проблема. Естественно, Армения готова предоставить какое-то количество вакцин населению на горном Карабахе, но это не является окончательным решением этой проблемой. Это ведет к серьезной проблеме, пандемиями, ты не знаешь границ. Можно также сделать вывод, что глобальное сотрудничество может помочь более успешно бороться и преодолевать последствия пандемии. Спасибо, дорогие коллеги. Кто-то еще хотел бы высказаться? Пожалуйста. Большое спасибо, господин председатель. Я, прежде всего, хотел бы поблагодарить докладчиков за очень полные и интересные доклады, обрисовывающие главные проблемы и пути продвижения вперед. Успехи программ вакцинации позволили ВОЗ уделить особое внимание к неинфекционным болезням. Но мы должны не забывать о тех последствиях, которые несут пандемию. И мы поддерживаем участие стран Восточного партнерства в этих инициативах. И мы услышали в докладе, что Азербайджан готов делиться с вами своими успехами в этой области и проблемами, с которыми мы столкнулись, борясь с COVID-19. Мы обращаем внимание на проблемы солидарности. Доступ равный и доступный недорогой к вакцинам. В Азербайджане мы обеспечиваем равный и своевременный доступ к вакцинам от COVID-19. Согласно резолюциям ООН в 2021 году. И мы были одними из первых, присоединились к программам поставок вакцин, чтобы ВОЗ мог и ООН успешно бороться с пандемией. И это было заслуженно признано этими международными организациями. Мне хотелось бы также отреагировать на беспокойность, которая прозвучала из уст нашей коллеги из Армении. Та часть Нагорного Карабаха, где живут, проживают Армяне, они находятся под нашим контролем. И вакцина обеспечивается миротворцами и наблюдателями. Но Азербайджан гарантирует равные правые доступа ко всем услугам, всем меньшинствам, проживающим, в том числе и в Нагорном Карабахе. И наша программа, успешно реализуемая программа вакцинации, будет выполнена во всех регионах страны, включая Нагорный Карабах. Да, существует неравенство между странами и внутри стран.